Три года жители улицы Лободы терпят свалку мусора. Это центр города. На их возмущение никто не откликается. Есть лишь ряд отписок от соответствующих государственных служб. Видимо, чиновники заняты более глобальными задачами, чем чистота и порядок в центре шахтерской столицы. На совещании по дальнейшему развитию столицы Казахстана глава государства подверг резкой критике внешний вид города, его санитарное состояние, отсутствие у граждан культуры поведения. Это вызвало резонанс по всему Казахстану. Но, по-видимому, не в шахтерской столице, Караганде. Улица Лободы. Все чисто, опрятно, благопристойно. Кажется, сами каменные львы охраняют чинную несуетливую жизнь. Но это фасад. Стоит зайти за здание бизнес-центра Азия, и иллюзия добропорядочности исчезает мгновенно. Кто может здесь жить? Это безобразие творит вот это вот общежитие. В данный момент оно бесхозное, как нам объясняют. Мы обращались и в СЭС, обращались в Акимат. Но сколько нас не выслушивали, выслушают, подпишут, но никто не приходил, не смотрел. И никаких результатов мы не видим. Как ни пытались выяснить причину такой неряшливости жильцов общежития, мы ничего не добились. В 30 шагах от дома стоят целехонькие мусорные баки. Но, наверное, выкинуть из окна собственную грязь добавляет жильцам особый шик в их жизни. Может, они противники государственной программы по благоустройству и озеленению населенных пунктов. Вряд ли люди, позволяющие себе жить в подобном бомжатнике, вообще слышали об этом. Поражает другое – полное небрежение к заявлениям горожан. Свою часть двора организации убирают честно и регулярно. В городской субботник даже убрали и территорию общежития. Но на следующий день из окон вновь полетели пакеты с мусором. На очередные заявления появляются очередные отписки. Наверное, чиновники решают более глобальные задачи, чем, скажем, обрезка дерева. Кому оно мешает? Правда, по нему на крышу забираются и уже украли из офиса компьютерную технику. Пришлось поставить решетки на окнах. Обращались и в зелентрест, и в лесхоз с обрезкой дерева. Оно нам приносит тоже очень много неудобств. Во-первых, оно упирается в крышу здания, рушится черепица. Во-вторых, залазают ребята, детвора по этому дереву и лазают по окнам. Легче самому обрезать лишние ветки, но нельзя. Могут оштрафовать. Вот парадокс. Оказывается, ничего не делание – самое полезное занятие. Господа служащие Акимата, придите, посмотрите не только на фасад нашего здания, но и на заднюю часть этого здания. Посмотрите, что здесь творится. Почему в центре города находится бесхозное здание со своими грязными отходами. Одни карагандицы считают за честь посадить дерево в любимом городе. Другие откровенно гадят и не несут никакой ответственности. Несправедливо. Сергей Высокозов и Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.